И он очень открыт в том смысле, что он говорит, что как только эта связь будет установлена, люди будут все больше и больше думать с помощью искусственного интеллекта, и будет делать все больше и больше человеческого мышления, пока, в конце концов, это его слова, человеческое мышление в принципе ничтожно мало. Я имею в виду, насколько античеловеческим ты можешь стать. И вся эта штука, которая происходит, ты знаешь с этой метавселенной, это все для того, чтобы перенести наше чувство осознания в киберпространство и в искусственный интеллект. Чтобы нас можно было контролировать извне, даже не прибегая больше к манипулированию информацией. Наши мысли и восприятия придут напрямую. Теперь это и многое другое, о чем я мог бы поговорить, это античеловеческая повестка дня. Так разве не имело бы смысла, если бы в конечном счете за этим стояла нечеловеческая сила? И это так. И этот культ, как я его называю, это способ, которым то, что существует за пределами человеческого зрения, манипулирует миром, в котором живут люди. Вот как это работает. Итак, эта огромная паутина действует в мире сцены, а с точки зрения тайного общества, это мир невидимого, и паук в центре этого, в конечном счете, не человек. Значит, эти люди, такие как Гейтс и Клаус Швабб, на Всемирном экономическом форуме, у которых все, что он говорит, исходит из его уст, являются культурным гендером для мира. Они все суслики. Рокфеллеры-суслики, главы Рут-суслики для этой нечеловеческой силы. И ты знаешь, пришло время просто сказать это. О, что люди подумают обо мне, если я это скажу. Я перестал беспокоиться об этом очень давно. Так оно и есть, и я потратил 32 года на исследование этого. И все больше и больше людей приходят к пониманию того, что на самом деле это так. Единственное, что действительно объясняет это, это тот факт, что за этим стоит какая-то сила, которая охватила весь этот период, который продолжается. Прекрасно. Это было прекрасно. Хорошо сказано. Очень мило. Мы можем перейти к следующему чату, если хочешь. Да, иди. Давай перейдем к следующему. Это было хорошо сказано. О боже, я никогда не слышал этого таким образом. Так что просто очень быстро отвечу на этот вопрос, то, как мы ведем себя, зависит от того, как мы воспринимаем то, что мы воспринимаем как есть. Ситуация диктует наше поведение. Так что восприятие исходит из сознания. Значит, у тебя пробужденное сознание или у тебя закрытое сознание. У тебя человеческое сознание и у тебя нечеловеческое сознание. И это нечеловеческое сознание, о котором я говорю, то, что стоит за манипуляцией, это то, что христианство называет демонами. Это то, что ислам называет джиннами или определенными частями темы джиннов. Это то, что Кредо Мутва назвал Читахорией. Это все эти разные выражения. Это то, что гностики в Древнем Египте называли архонтами. Они называют их архонтами. Это в честь греческого слова, обозначающего правителей. Они сказали, что эти архонты действуют вне поля зрения людей, манипулируя человеческим обществом. Так что ты видишь общую тему повсюду. И это в основном люди могут называть это духовной войной, и это достаточно справедливо, но в основном это борьба между состояниями сознания. Одно состояние сознания, представленное этой прекрасной силой, хочет установить контроль и питается страданием и всеми этими вещами. Он хочет разделять, чтобы он мог править. И тогда есть еще один квант. Это то, что на самом деле хочет любви, радости и мира, и чтобы люди ладили. И между ними происходит эта борьба. И это борьба, которая в основном описывается всеми религиями действительно по-своему. Вау, это было красиво. Хорошо сказано. Чувак, в это было вложено сознание. О боже, это было прекрасно. Хорошо, мы собираемся перейти к следующему. Хорошо, поехали. Потому что у нас здесь их скопилось несколько. Крикни Ральфу. Он говорит, добро пожаловать, Дэви Тайк. Не могли бы вы рассказать о контролируемой оппозиции и о том, как люди, незнакомые с этой информацией, могут избежать введения в заблуждение? Да, этого будет много, в этом нет никаких сомнений. Потому что всякий раз, когда я имею в виду, ты смотришь на то, как они это называют. Intel Pro, вся эта история с ФБР и вовлеченными в нее людьми, такими как Мартин Лютер Кинг и Бобби Кеннеди. Все эти люди, Малкольм Икс, которых убрали. У тебя есть. Мы возвращаемся к тому, что я только что сказал. У тебя есть состояние сознания, которое может видеть это или, по крайней мере, видеть часть этого, и отталкивается от того, что вы могли бы назвать искаженным сознанием. И поэтому искаженное сознание должно как можно лучше подорвать пробуждающееся сознание. И один из способов сделать это, попытаться проникнуть в него. И это одна из причин, почему за последние 32 года я всегда работал в одиночку. Я взаимодействую с другими людьми и каждую неделю делаю материал на медиа-платформе Iconic. Но как исследователь, как человек, который приходит к выводам, я работаю один. Я всегда так делал. Так что единственное, что ты можешь сделать, это проникнуть внутрь себя, потому что мы должны наблюдать за этим, и мы должны наблюдать. Например, люди, которые говорят, что способ встретить врага или победить его, это сражаться с врагом. С врагом, если ты смотришь на эту нечеловеческую силу, она хочет, чтобы ты сражался с ней. Она хочет, чтобы ты сражался. Потому что если ты, у меня есть эта фраза, которую я использую десятилетиями. С чем ты борешься, тем ты и становишься. Если ты, если ты посмотришь на историю почти целиком, ты увидишь пример за примером, когда кто-то пришел, чтобы бросить вызов чему-то, а затем стал этим чем-то. Они фильмы. Да, я помню, как разговаривал с офицером полиции в Лондоне много лет назад. Он был таким, ему уже много лет. И он полицейский. Я их помню. Они были в 70-х. Насколько я помню, они проводили марши ультраправой неофашистской организации под названием Национальный фронт. А затем антинацистская лига проводила марши одновременно с маршем другой группы. И этот полицейский сказал, что ты что-то знаешь. Он сказал, Если бы они не несли разные баннеры и не кричали разные вещи, я бы никогда не узнал, кто есть кто. Кем ты стал? Вот что я тебе скажу. Они в ужасе. Вау, все в порядке. Они в ужасе от того, что мы больше не будем сотрудничать. Это простое слово. Нет, мы этого не делаем. И если достаточное количество людей скажет нет, это не имеет законной силы. Это весь смысл, который люди, я думаю, должны понять из-за того, о чем я говорил ранее, где с самого раннего возраста детям внушают подчиняться авторитету, бояться авторитета. Что произойдет, если властям не понравится то, что ты сделал? Люди могут впасть в этот режим страха по отношению к властям. Но что черт возьми такое власть? Если вы посмотрите на 8 миллиардов человек в мире, и вы посмотрите на количество людей в полном знании, которые управляют этой повесткой дня. Это абсолютно крошечно. Это крошечно. Если ты пойдешь в самую сердцевину этого глобального культа, ты поместишь их в одну комнату. И оттуда эти несколько человек в конечном счете, в конечном счете уйдут из человеческого мира. Но в человеческом мире, в конечном счете, эти люди диктуют жизнь 8 миллиардам людей. Теперь, чисто математически, это должно быть невозможно. Несколько человек не могут контролировать 8 миллиардов. Это смешно. Но что сделано так это то, что 8 миллиардов, или подавляющее большинство из них, подчиняются тому, что им говорят немногие. Им говорят, что делать, и они это делают. И если бы мы этого не сделали, когда вы видите, что на самом деле речь идет о порабощении населения, это порабощает наших детей. Это разрушает их будущее. Мы просто этого не делаем. У тебя есть все это. И ты знаешь, опять же, потому что это скоординировано на глобальном уровне. Ты видишь, что одни и те же вещи происходят повсюду примерно в одно и то же время. Потому что это исходит из центральной глобальной точки. Так внезапно властям всего мира пришла в голову одна и та же идея в один и тот же день или в один и тот же период. Во всяком случае. О, я тебе вот что скажу. Мы собираемся отправить трансвеститов в школы, чтобы они читали истории, танцевали, горцевали и сексуализировали маленьких детей. Теперь у меня проблема с трансвеститами. Всего наилучшего. Живи своей жизнью так, как ты выбираешь, как считаешь нужным, до тех пор, пока ты не ставишь это на кого-то другого. Но это происходит по всей Америке. Это начинает происходить. Это происходит и в Британии. Это происходит в стране за страной. Теперь ответ на это не стонать по этому поводу. Это сказать, что мой ребенок не пойдет в эту школу. Пока это не прекратится, у нас этого не будет. И ты знаешь, если ты возьмешь людей с полным знанием дела, которые управляют этим, ты возьмешь все правоохранительные органы и уберешь эти цифры от 8 миллиардов. Ты все еще смотришь на крошечное число людей. И вот как это работает. И все это психологическая игра. Если они могут понять твою психологию, они понимают твое восприятие, они понимают твое поведение. Так что есть два типа людей, это никогда не было более важным, чем сегодня, которые были ответственны за каждую тиранию в истории. Одна группа это те, кто просто делает то, что говорит им власть, без вопросов. Делай это. Делай это. Да, сэр. Да, сэр. Вам виднее, сэр. Да, сэр. Я знаю свое место, сэр. Спасибо вам, сэр. А потом у вас есть еще одна группа, которая не хочет этого делать. У них, возможно, есть чувство, что здесь что-то не так. Я действительно не хочу этого делать, но они все равно это делают, потому что боятся не сделать этого. Они боятся власти. И это оставляет третью группу, которая покончила со всеми тираниями в истории. Это группа, которая говорит, я вижу, что ты делаешь, и я не сотрудничаю с тобой. Поэтому, когда ты говоришь мне сделать что-то, в чем я вижу скрытый мотив, это плохо для меня и человечества. Я этого не делаю. И ты знаешь, я приведу тебе краткий пример, британское правительство возмутительно заявило, что они должны отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Если бы только мы поняли, что нет, самое сильное слово в английском языке. И ты это имеешь в виду. Нет, не делать этого, не иметь этого. Тогда весь карточный домик рушится, потому что мы видим так называемую иерархию контроля. Но это буквально карточный домик. Это не прочная структура. Это карточный домик. А кто держит карты вместе? Мы молчаливо соглашаемся с тем, что говорят нам немногие наверху. Когда мы перестанем это делать, игра закончится. И еще одна вещь очень быстро, когда мы перестанем позволять разделять себя и управлять собой. Когда ты поймешь, что истинная ока – это сознание. Тело – это средство для сознания испытать эту узкую полосу частот, называемую человеческим миром. Но мы и есть сознание. Ты черный человек, меня называют белым человеком. Мы являемся выражением одного и того же сознания. Действительно, мы просто переживаем разные подтечения короткого периода, называемого человеческой жизнью. Так что то, что они делают все время, это то, что они говорят. Определи, кто ты есть, по ярлыкам человеческого мира. Определи я как я мужчина, я женщина. Я – это сексуальность, та сексуальность. Я – это раса, та раса, это категория дохода, та категория дохода и так далее. Вот как ты себя определяешь. Нет, все то, что я только что сказал – это опыт. Это не ярлыки, это не мы, это опыт, который мы испытываем. Истинная ока – это сознание, вечное состояние осознанности. И это то, что покидает тело в конце того, что мы называем человеческой жизнью. Теперь, когда ты видишь, что ты видишь, судить кого-то по цвету их кожи – это детская чушь. Но и позволять себе разделяться на основе цвета кожи или оснований – это тоже детская чушь. Но этот культ должен заставить нас видеть мир таким, чтобы мы могли сражаться между собой. Так что кто-то, у кого много денег, посмотрит на кого-то, у кого ничего нет, и это не будет проблемой для них. Потому что со мной все в порядке, Джек. Но на самом деле мы все одного сознания. Почему у тебя должно быть все это, а у этого человека ничего нет? Этот человек на самом деле работает усерднее, чем ты, потому что ничего не имеет или ничего не слышит. Это возвращает нас к пониманию того, что все мы, но сознание имеющее разный опыт. Мы являемся уникальными выражениями этого сознания. Да, потому что опыт, который у нас есть, отличается от опыта других людей. Он дает нам определенный взгляд на жизнь, определенную уникальность, которая великолепна, чтобы отпраздновать твою уникальность. Но при понимании осознания того, что мы все одно сознание. Мы все являемся выражением вечного состояния сознания. И позволить ярлыкам человеческой жизни разделяться на линейки, вот как мы попали в этот беспорядок. Абсолютно. И они пытаются заставить всех чувствовать себя покорными и жить в страхе от всего этого, вы знаете фтора в воде и типа отравляя нас всех в воздухе и все такое. Просто создаешь обстановку подчинения. Точно. И это был контроль восприятия. И как правильно говорит спрашивающий, делаешь людей покорными. И ты знаешь это, это, это действительно важный момент. Каково противоядие от покорности? Это самоуважение. Самоуважение. Так что если ты безоговорочно веришь тому, что говорит тебе авторитет, у тебя нет самоуважения. У тебя нет самоуважения к своему собственному восприятию, своему собственному разуму. Чтобы сказать, хорошо, ты говоришь мне это, но я собираюсь проверить это прежде чем поверить тебе. И тогда у тебя есть вторая группа, о которой я говорил, которая не хочет делать то, что говорит власть, но все равно делает это, потому что они боятся последствий. Это недостаток самоуважения. А затем третья группа, которая видит это говорит, нет, мы этого не делаем. У нас этого не будет. Что там? Что делает их позвоночник жестким? Самоуважение. Ты Гейтс, ты Шваб, ты Байден. Не то чтобы Байден не знал его имени. Вау. Ты не собираешься говорить мне, что я делаю со своей жизнью. Ты не собираешься этого делать. Я этого не потерплю. Потому что если я уступлю это тебе, учитывая, что ты кучка придурков, я уступлю тебе свое самоуважение. И ты знаешь это интересно, потому что все это психологически. Немногие могут контролировать 8 миллиардов только с помощью психологии этих 8 миллиардов. И если ты заметил, в политике и политической власти всегда были идиоты. Так было всегда. Но посмотри на их количество. Теперь посмотри на их количество по всему миру. Джонсон в Великобритании, Макрон во Франции, Трюдо, боже мой, в Канаде, закуска в Новой Зеландии. И этот парень Дэниел Эндрюс, премьер-министр Виктории в Австралии. Полный псих. Итак, зачем им ставить вопиющих дебилов у власти в это время? Потому что это психологически. Если они могут заставить тебя делать то, что, как ты знаешь, тебе говорит идиот, они тебя поймали. Они заставили тебя уважать себя. И как только твое самоуважение исчезло, остается только подчинение. Потому что нет оплата против этого подчинения. И это именно то, о чем говорил звонивший. И он был прав. Да, вау. Так что мы собираемся просмотреть остальные эти суперчаты. На многие из них, я думаю, ты, возможно, уже ответил, так что не стесняйся, делай их настолько краткими, насколько тебе хотелось бы. Так этот следующий говорит, являются ли Архонты реальной угрозой или частью голографической матрицы, увековеченной марионетками и их повелителями? Откуда у нас ясность среди хаотического безумия? Дэвид, как нам вырваться из матрицы? Мне это нравится. Мне это нравится. Ты говоришь, чтобы мы держали головы как можно короче, а потом задаешь мне вопрос. Я знаю, я знаю. Вот почему я не хочу тебя огорчать. Но это просто вопросы, которые они задают. Да, я не возражаю, но по крайней мере это не будет таким коротким. Одна из вещей, которые я сказал Вене на рубеже тысячелетий, заключается в том, что эта реальность, которую мы называем человеческим миром, на самом деле является симуляцией. А я говорил, что пределы симуляции в нашей реальности это скорость света. Скорость света это не самая быстрая скорость. Это пеший по сравнению с тем, что возможно, но это самая быстрая скорость в рамках этой симуляции. И двадцать лет спустя, весной 2021 года, в Scientific American появилась статья ученого парня, который сказал, что он пришел к выводу, что мы действительно живем в симуляции, и пределы симуляции на этом уровне, я бы сказал, это скорость света. И он связал скорость света со скоростью обработки в компьютерной системе. Видишь ли, он указал, что когда вы создаете компьютерную игру виртуальной реальности, которая является ее чрезвычайно-чрезвычайно продвинутой версией, тогда вы пишете правила игры. Вот уже несколько десятилетий я говорю, что то, что мы называем законами физики в нашей реальности на самом деле является правилами симуляции, которые были написаны. Ты не можешь этого сделать. Это ограничение этого. Это ограничение этого, потому что этого требуют правила игры. Вот почему, когда люди, подобно околосмертным переживаниям, покидают тело, а затем возвращаются, они описывают совершенную инрую реальность в ней тела, как они это делают здесь. С другими, как они называют, законами физики, другими возможностями. Итак, эта симуляция на самом деле была создана этой нечеловеческой силой, чтобы захватить наше восприятие. И эта симуляция, когда она началась, они меняли ее с тех пор. Но когда она началась, это была цифровая копия чего-то, что действительно существует. Реальность, которая действительно существует и все еще существует. Но мы настроены на это. И поэтому, когда вы смотрите на то, как работает симуляция, это захватывает восприятие. Вот и вся причина этого. Поместить тебя в фальшивую реальность, в которую ты сейчас веришь. Я упоминал ранее, эта гностическая система верований уходит корнями в древний мир. В 1945 году глиняный сосуд был найден в месте под названием Нагомарди в Египте, примерно в 75 милях к северу от Луксора. И в этом глиняном сосуде были письмена этих гностиков, которые, по оценкам, были помещены туда около 400 года нашей эры. И пятая часть довольно очень существенных письмен. И пятая часть этих писаний рассказывала об этих архонтах, которых они описывали, как ты знаешь мои термины, как нечеловеческую силу, которая манипулировала человеческим обществом. И то, что они сказали, я чуть не взорвал себя, когда я, когда я прочитал это из-за того, что я сказал. Ты знаешь о симуляции? Они сказали, что в 400 году нашей эры, эти архонты создали то, что мы называем физическим миром. И они сделали это, сделав плохую копию того, что они называют первичной реальностью. Это реальность, которая существует за пределами симуляции, которая является ее копией, по сути ее поддельной копией. И что в основном человечество было поймано в ловушку этой поддельной копии, полагая, что это реально. И что реальный мир был за пределами симуляции, а не внутри нее. То, что я бы назвал симуляцией. И что интересно, также в этих писаниях говорится, что одним из величайших даров. Одной из величайших способностей этих архонтов было то, что они называли тем, что мы бы перевели как виртуальная реальность. Заставлять людей думать, что они испытывают что-то, чего на самом деле они не испытывали, кроме как в своем восприятии. И поскольку я сказал это об этом, это симуляция. Сразу после начала тысячелетия многие люди в мейнстрим науке говорят, что на самом деле это действительно выглядит так, как будто мы живем в симуляции. И если ты пойдешь по этому пути, все эти тайны науки реальности, они начнут исчезать, потому что мир внезапно обретет смысл. Был парень по имени Джеймс Гейтс, физик, который был научным советником администрации Обамы, и он возглавлял команду, изучавшую возможность того, что мы живем в симуляции. И то, что он обнаружил, они обнаружили в энергетической ткани нашей реальности. Были кодами, которые относятся к тому, что мы бы назвали компьютерными кодами и кодами поисковой системы. Был еще один парень по имени Сайлас Бин, который возглавлял команду в Бондском университете в Германии, задавая тот же вопрос. И они пришли к выводу, что мы почти наверняка живем в симуляции. В НАСА есть парень по имени Рич Террилл, который работает в компьютерной области НАСА, который несколько лет назад вышел на публику и сказал, что он пришел к выводу. Но мы живем в симуляции. Голографической симуляции, другими словами, иллюзорной физической симуляции. Это то, о чем я говорил десятилетиями. И что, следовательно, если это симуляция, то какая-то сила должно быть создала ее, потому что это неестественно. И чтобы ты знал, весомость доказательств начинает дразнить непредубежденные умы даже в господствующей науке. Просто скажи, подожди минутку. Может быть, это симуляция. И вот у тебя такая ситуация, когда эта нечеловеческая сила создала эту иллюзию виртуальной реальности, и я объясняю в своих книгах, как это работает и как мы это расшифровываем. И их сеть внутри симуляции манипулирует человеческим обществом, зная, что это симуляция. Людям нравится Илон Маск. Вы помните, когда Илон Маск сказал, я думаю, мы могли бы жить в симуляции. Да, он знает, что мы это делаем. В этом суть. Он знает, что мы это делаем. Ты гейцы и эти люди, а вы тампоны. Они знают, что мы живем в симуляции. Они просто не хотят, чтобы мы знали. Так что это очень похоже на Матрицу. Я предполагаю, что ты уже видел фильм Матрица, ну когда вышел первый фильм Матрица, я не мог поверить своей удаче. Я не знаю мотивации для создания этого, но для меня это была находка, потому что там было визуальное представление того, о чем я говорю, ты знаешь. И если ты посмотришь на это, хорошо, они находятся за пределами Матрицы. Они на корабле, верно? И они входят в Матрицу своим разумом. Вот этот зонд входит в заднюю часть сети, в мозг, по сути, в ствол мозга. Они всегда меня достают. Да, да. И они входят в Матрицу своим разумом. И у них есть тела в Матрице вместе с их разумом. И они выходят из Матрицы обратно в свое собственное тело на корабле, который не сдвинулся с места. Все это у них в голове. И эта новая книга, которая только что вышла, называется «Ловушка», и я также сделал ее аудиоверсию. Ты можешь получить ее в davidita.com. Она очень глубоко затрагивает всю эту область, о том, как вся эта реальность находится в наших умах. И поэтому, когда ты возвращаешь свой разум назад и открываешь свой разум из пузыря, ты начинаешь видеть вещи, которые разум пузыря не сможет увидеть. Вся основа этого контроля над человечеством заключается в том, чтобы заставить нас воспринимать все, включая себя. Только через пять чувств я могу это увидеть, потрогать, услышать, попробовать на вкус. Это существует. Если я не могу, то этого не может быть. Это в основном основа многого из того, что мы называем мейнстрим-наукой. Но когда ты открываешь свой разум, ты выходишь за пределы пяти чувств. Ты начинаешь видеть и воспринимать и понимать, и получать озарение в вещах, которые ты никогда раньше не видел. Потому что если ты смотришь на пять органов чувств, они определенным образом расшифровывают мир. Так что я сейчас смотрю вокруг себя и вижу компьютер, я вижу свет, я вижу стол. И между всеми формами вещей, которые мы называем вещами, кажется пустое пространство. Вот как пять чувств расшифровывают мир. Так что причина этого возвращения к этой полосе частот – видимый свет. Пять чувств, органы зрения могут декодировать только ту полосу частот, которую мы называем формами вещей, и все, что не относится к частоте формы. Пять чувств не могут видеть, поэтому восприятие становится вещами с пустым пространством между ними. Вот как пять чувств видит мир. Так что ты можешь понять, почему люди в этом режиме верят, что все отделено от всего остального и не связано. Но если ты углубишься в область, куда не могут проникнуть пять чувств, ты поймешь, что на самом деле это пустое пространство вовсе не пустое. Это поле – бесконечное поле сознания энергии. И ты можешь символизировать это даже больше, чем символизировать это как поле Wi-Fi. Значит, поле Wi-Fi… Хорошо, если здесь, где я сейчас нахожусь, есть Wi-Fi, то где это? Я его не вижу. Но если я настрою этот компьютер на Wi-Fi, отличный пример. Внезапно вся реальность, которая существует за пределами моего визуального восприятия Wi-Fi, становится картинками, видео, разговорами людей, текстами, графикой. И то, что сделал компьютер, это взял эту информацию из поля Wi-Fi. Поле излучения, которое мы не можем видеть, и оно декодировано в то, что мы видим на экране в совершенно иной форме, чем то, что это поле Wi-Fi. Сейчас мы делаем именно это. Мы делаем именно это. Поле Wi-Fi часто встречается. Это информация о вибрирующем излучении, верно? Хорошо, и компьютер улавливает это и декодирует в то, что мы видим на экране. И если ты подумаешь об этом, всемирная паутина, которая является полной глобальной реальностью, к которой может подключиться любой, если у него есть компьютер, телефон или что-то еще. Единственное место, где всемирная паутина существует в том виде, в каком мы видим ее на экране, это на экране. Везде это широкие, широкоформатные режимы, плагины и все такое прочее. Только на экране мы видим интернет таким, каким мы его воспринимаем, и мы делаем точно то же самое. Одна из вещей, на которые я указал в книгах, заключается в том, что технологический мир, который развивается так быстро, на самом деле имитирует реальность, с которой мы сталкиваемся. Хорошо, ты надеваешь гарнитуру в компьютерной игре, верно? И ты видишь, как люди мечутся вокруг. Ты знаешь, что они в пустой комнате, там ничего не происходит, но они мечутся, потому что они реагируют на информацию, поступающую к ним, к их пяти органам чувств, с помощью игры, и поэтому она становится для них реальной. Теперь посмотри на это. Я упоминал об этом в своей книге «Ловушка». Представь, что ты выходишь из утробы матери в наушниках, и ты не снимаешь их всю свою жизнь, пока не поднимешь другой конец. Ты поверишь, что то, чем кормит тебя гарнитура, является истинной реальностью, даже если это неправильно. Так вот как это работает. И это не я выдумываю, это ты. Посмотри на господствующую науку, ты обнаружишь вот что. Все в этой реальности является вибрирующей информацией. Это вибрирующая информация в форме волны, включая мою речь. Итак, я сейчас разговариваю с тобой, но слова, которые я говорю, не передаются между тобой, но и людьми, слушающими это. Вибрационное поле — это мои голосовые связки, вибрирующие в информационном поле, которое через мою систему коммуникации вибрирует определенными разными словами, разными предложениями. Это разные вибрации. И затем они выходят, и люди улавливают эту вибрацию. То, что мы называем звуковыми волнами и ушами. И вот как работают все органы чувств. Декодирует эту звуковую волну в электрическую информацию. И она передает электрическую информацию в мозг, который затем декодирует ее в цифровую и голографическую информацию. И поэтому все работают одинаково. Язык улавливает вибрационную информацию. Преобразуя ее в электрическую информацию. Он передает ее мозгу, который затем говорит, о, это ужасно или о, это прекрасно, когда расшифровывает это. И теперь есть система обезболивания. Я однажды наблюдал, как это делается, где цель состоит в том, чтобы остановить связь от точки боли к мозгу. Итак, ты получаешь удар по ноге, скажи, вот и сломал ногу, и тебе сделали операцию на ноге, и это очень больно. Эта система стремится остановить электрический сигнал, идущий от точки боли к мозгу. Потому что до тех пор, пока он не попадет в мозг и мозг не расшифрует его, ты не почувствуешь боли. Да, ты останавливаешь восприятие. Это правда. Здесь все происходит. И чтобы ты знал, я подробно описываю это в книгах. Но я сейчас оглядываю эту комнату, и все, что я вижу, что я воспринимаю в опыте пребывания вне себя. На самом деле находится здесь таким же образом, как поле Wi-Fi находится здесь. Значит, единственное место, где этот мир существует таким, каким мы его воспринимаем, это здесь. Точно так же, как и все единственное место, поле Wi-Fi в том виде, в каком мы его воспринимаем, существует на экране и компьютере. Тот же принцип. Это тоже самое. Так что мы похожи на транзисторы. Типа, мы можем получать информацию, но мы также можем передавать информацию. Потому что наше сердце испускает электромагнитные импульсы. И это идея, где мы не можем видеть, ультрафиолетовые лучи, мы не можем видеть, гамма-лучи и все такое. Но это объясняет, почему закон притяжения будет работать. Или 12 универсальных законов. Кислород. Да, в этом весь смысл. Все это вибрация, а значит и частота. Так что, когда ты чувствуешь эмоцию, когда ты чувствуешь ненависть, или гнев, или негодование, или что-то еще, или страх, это самое главное. Это низкие, медленные вибрационные состояния. Когда ты чувствуешь радость, любовь и счастье, это высокие вибрационные состояния. И поэтому то, что они хотят сделать, это привести нас в низкие вибрационные состояния. Потому что эти вибрационные состояния связаны с этой архантической силой, которая является низким вибрационным состоянием. Вот почему она делает то, что делает. Она не хочет, чтобы люди находились в высоких вибрационных состояниях. Она хочет, чтобы люди находились в низких вибрационных состояниях. Вот почему она хочет, чтобы ты был пойман в ловушку пяти чувств, а также почему она хочет, чтобы ты был в состояниях страха, тревоги и негодования. Потому что это низкие-низкие медленные частоты, которые удерживают тебя внутри. Это в его вибрационном слое, если хочешь. Так вот почему люди, у которых депрессия или что-то в этом роде, они скажут, Боже, мне сегодня так тяжело. Почему тебе тяжело? Потому что состояние, в котором ты находишься, эмоции, которые ты генерируешь как частоты, то, что мы называем вибрациями, низкие и медленные. И поэтому твое энергетическое поле становится низким, медленным и плотнее, и ты чувствуешь, я чувствую себя таким тяжелым сегодня. А потом кто-то входит в комнату. Это огромная радость, и что-то случилось или что-то еще. И они говорят, о, я чувствую себя таким легким сегодня. Потому что это быстрая частота, которая ускоряет ваше энергетическое поле на своей частоте, и таким образом вы чувствуете себя легким, а не тяжелым. И поэтому все эти вещи известны этому культу. И это основа контроля. Почему тайные общества являются секретными? Хранить секреты? Кто из населения? Так что эта сеть тайных обществ передает все эти знания через высшие внутренние уровни этого тайного общества веб-культ, и скрывает это от населения. И поэтому население понятия не имеет о том, что на самом деле возможно. Они понятия не имеют о мире, в котором они на самом деле живут, и поэтому они не могут сделать вывод о том, что происходит, потому что у них нет информации, чтобы сделать такой вывод. Потому что это скрывается от них здесь, в пальто. И что делают люди вроде меня, так это берут эту информацию по мере ее раскрытия и передают ее населению, говоря, это то, что они не хотят, чтобы вы знали. И то, о чем мы сегодня говорили, это было здорово. Мне это понравилось. Это то, о чем они не хотят, чтобы ты знал. И, конечно, есть еще многое другое. Да, они не хотят, чтобы мы знали, что серотонин на самом деле не является гормоном счастья. Серотонин на самом деле является гормоном подчинения. Ты понимаешь, что я имею в виду. У нас должно быть больше допамина и меньше серотонина. Но они хотят, чтобы у нас было меньше дофамина и больше серотонина, чтобы мы были более покорными. Это интересный момент, потому что это другое. Есть определенные вещи, которые ты приобретаешь за эти годы, которые являются настоящей золотой пылью с точки зрения понимания всего. Из одной вещи ты можешь понять все. И этот культ работает с процессом и техникой инверсии. Все, что он тебе говорит, является инверсией истины. Ты смотришь на сатанистов, потому что сатанизм абсолютно связан с этим культом. Количество людей, известных людей в мире, за которыми я следил на протяжении многих лет, которые привели к сатанизму, педофилии невероятно. Для этого есть причины, объясняющие книги, но все это инверсия. Так что если ты смотришь на сатанизм, посмотри на его символы. Это перевернутая пентаграмма. Это перевернутый крест. Все нарочно перевернуто с ног на голову. Так что возьми знак мира. Да, возьми все, что тебе говорят, и переверни это, и ты станешь намного ближе к истине. Может быть даже ближе к правде, чем ты, если они примут то, что они тебе говорят. Количество вещей, с которыми я сталкивался за эти годы, одно за другим, когда ты понимаешь, что правда, это абсолютная инверсия того, что они тебе говорят. Они говорят тебе, что ты должен снизить уровень холестерина. Они говорят тебе, что ты должен принимать статины, чтобы снизить уровень холестерина, потому что это плохой холестерин. Плохой, плохой. Холестерин абсолютно необходим для превращения солнечного света в витамин D, верно? И если у вас недостаточно холестерина, вы не будете получать достаточное количество витамина D от Солнца. Потому что процесс, который принимает это, который превращает одно в другое, является жизненно важным, жизненно важным центральным элементом этого холестерина. Поэтому они хотят, чтобы ты снизил свой холестерин. Так ты уменьшишь количество солнечного света, который получаешь, например. И это имеет множество последствий для здоровья. Тестостерон? Да, тестостерон. Да. Это повестка дня токсичной мужественности. И ты знаешь, это совсем другая область. Потому что если ты не хочешь, чтобы Хьюман Тен продолжался, потому что ты хочешь Хьюман Двадцать, что ты должен делать? Ты должен остановить размножение Хьюман Тен, производя вид Хьюман Тен. И именно поэтому количество сперматозоидов во всем мире, особенно на Западе, но во всем мире, абсолютно падает. Я говорю людям, идите и проведите некоторые исследования по этому поводу. Ты увидишь, с какой скоростью падает количество сперматозоидов. И вместе с падением количество сперматозоидов падает и тестостерон. А тестостерон, это то, что говорит о том, что у меня этого нет. Поэтому все больше и больше мужчин не проявляют мужских качеств, потому что уровень тестостерона снижается. Так что теперь ты переходишь к другой области, к которой может подключиться точка. И именно поэтому из ниоткуда произошел этот взрыв трансгендеров. Из ниоткуда, об этом вообще не говорили, практически не говорили. И вдруг это доминирует над всем. Почему так эти трансгендерные активисты? Некоторые из них будут знать, что они делают. Большинство из них не будут. С ними просто играют. Ты хочешь превратить человеческое тело в неразмножающееся? Что это значит не гендер? Ведь это то, чего они хотят. Синтетический человек без гендера. Вот куда они идут. Итак, что ты делаешь? Это во-первых, прежде чем ты сможешь объединить гендер в человека без гендера, ты должен перепутать гендер в умах людей. Ты должен запутать их умы в отношении гендера. Так что когда-то это был биологический мужчина, теперь биологическая женщина. И вот почему они идут за детьми в школы. А что мешает твоему представлению о гендере? Больше, чем трансвестит, парень с бородой и в платье. И они нацелены на детей, потому что дети станут взрослыми, когда захотят добиться успеха. Полный блеф. И поэтому это не относится к трансгендерному человеку. Трансгендерные активисты это не так. Это относится к бесполому человеку. Теперь, если у тебя есть бесполый человек, это твоя цель. Вот куда ты идешь. Тогда тебе больше не нужны мужчины и женщины. И вот почему. Опять же, практически из ниоткуда, а затем и повсюду, мужская маскулинность стала мишенью, токсичный маскулинный мужчина. И я сказал, когда это началось, я сказал, что теперь они придут за женщинами. И теперь они придут за женщинами. И почему? Потому что если ты идешь к человеку, не производящему потомство, тебе больше не нужны мужчины и женщины. Потому что они не предназначены для существования, как пол в этом человеческом мире 2,1, в который они нас вводят. И это еще одна причина, по которой они шаг за шагом стирают родительский контроль и родительское влияние на своих детей. И они передают это школам, то есть своим социальным службам, что означает передачу этого государству. И поэтому, если ты читаешь Дивный новый мир, он говорит о том факте, что в мире, где люди не размножаются, где люди создаются в том, что он назвал инкубаториями мирового государства. В разных кастах, основанных на манипулировании генетикой, рабочий класс и элитный класс, и все такое прочее, говорит он. В том мире нет родителей. Детей порождает государство и воспитывает государство, чтобы они беспрекословно делали все, что им говорит государство. Это мир, в который мы идем. И ты знаешь из-за того, что произошло с тех пор, как началась эра ковид. Все больше и больше людей открывают свои умы, ну ты знаешь, после того, что произошло за последние два с половиной года, я имею в виду, что еще безумно. Но до этого, как я знаю по своему собственному опыту, и я понимаю, это люди, это было просто слишком далеко для людей, что это происходит. Но это так, и я думаю, что самым трудным для понимания за эти годы был масштаб чистого, неразбавленного зла, о котором мы говорим. И я определяю зло, как отсутствие любви. Вау, сопереживание, отсутствие сострадания, отсутствие любви, если ты можешь себе представить. И почти каждый, если не все, кто смотрит это шоу, не смогут представить это лично. Все намереваются создать голод, создать мировые войны, все из которых были созданы этим культом. Как я описал в книгах, если ты сел и подумал, я собираюсь сесть и я собираюсь, я собираюсь подумать, да, это то, что я хочу сделать. Можно подумать, что они говорят? Они бы никогда этого не сделали? Нет, ты бы никогда этого не сделал. Они выполнимы, потому что масштаб их зла почти за пределами понимания. Разделяй властвуй. Да, это большая проблема. Вау. Проснись. Извини, этот кот просто уберется отсюда. Мы теряем так много знаний, с которыми столкнулись дети-кошки. Обычно они ведут себя как сумасшедшие. Чувак, это тяжело. Слушайте все. Это тяжело, но мы должны это знать. Нам нужно встретиться с этим лицом к лицу, и тогда мы сможем это остановить. Точно. Я возвращаюсь. Нас 8 миллиардов, а их относительно немного. Конечно, ты знаешь, я вижу выход из этого, но только если мы, если мы достаточно взрослые и созрели, чтобы посмотреть правде в глаза, что происходит. А затем сказать, что у нас этого нет, и отказаться сотрудничать с этим. И тогда все кончено. Это правда. Поехали, вы все просыпаетесь. У нас есть еще один вопрос. Ты знаком с Джорданом Максвеллом? Я полагаю, что ты знаком. Да, я знаю Джордана. И все же кто-то спрашивает, у тебя есть какие-нибудь сведения о том, почему смерть Джордана Джордана Максвелла пришлась на дату черепа и костей 320-222? Или это было совпадение? Нет, я не знаю об этом, но я точно знаю, что встречался с Джорданом несколько раз за эти годы. В то время он работал в Сан-Диего, и я также пару раз встречался с ним в Европе, что он был очень опытен в области символизма. Да, и символы очень, очень важны. Потому что мы возвращаемся к тому, о чем я говорил несколько минут назад, о том, что все это вибрация. Символ это вибрация, это частота. Природа символа диктует частоту. Опять же я объясняю все это и в книгах. Пирамида. И поэтому, если вы знаете, у них нет пирамиды и всевидящего ока на долларовой банкноте и на оборотной стороне большой печати Соединенных Штатов. Случайно это сделано специально. Это дает частоту предложений. И если ты посмотришь на некоторые монтажи, которые были сделаны в интернете из детских мультфильмов и детских телепрограмм, ты снова и снова увидишь пирамиду и всевидящее око в детских мультфильмах. Ради всего святого. Почему? Потому что это частота, а частоты несут информацию, и они стремятся поместить эту информацию в подсознание тех, кто ее видит. У тебя есть статуя свободы. Мы говорим об инверсии. Статуя свободы держит факел свободы. Это то, что нам сказали. Но статуя свободы была подарена Нью-Йорку французскими масонами в Париже, которые точно знали, что это такое. Это изображение древней культовой богини, восходящей к древнему миру. А зажженный факел, это не символ свободы. Инверсия, переверни все. Это символ одного имени для сатанинского бога, Люцифера, несущего свет и озаренного. Иллюминаты озарены. И чтобы ты знал, если ты большинство людей этого не знаешь, а я не рассказывал, я видел это на острове в реке Сенов Париже, зеркальное отражение статуи свободы. Она меньше, но это зеркальное отражение, потому что именно оттуда взялась статуя свободы. Он имел в виду, что символика очень, очень мощная, и именно поэтому она постоянно оружает нас. И они стремятся воздействовать на подсознание населения, чтобы вы знали, что если они напрямую общались с сознательным разумом, то у сознательного разума есть хорошие шансы на успех. Я вижу, что ты, черт возьми, делаешь. Но если они получают это в подсознание подсознательно, то есть ниже порога, ниже порога сознательного разума, тогда это просачивается в сознательный разум из подсознания. И в этот момент человек думает, что у него есть свои собственные мысли, у них есть свое собственное восприятие, свои собственные мнения. Когда на самом деле это было заложено в подсознание, подсознательно, чтобы передать сознательному разуму. И именно поэтому они используют подсознательную рекламу. Да, и ты знаешь, я использовал картинку в некоторых своих книгах, и это подсознательная картинка, и все такое. Это четыре растения, цветы, растения, и в этом есть подсознание, и 95% людей этого не видят. Они не могут этого видеть. О, я не знаю, что там. А потом ты указал, что белые кусочки между растениями пишут слово секс. Теперь причина, по которой я упоминаю об этом, заключается в том, что с того момента, как ты указал на это, кому ты указал на это? Сознательный разум? И поскольку до того, как это было в подсознании, сознательный разум не мог увидеть это с того момента, как ты указал. Каждый раз, когда этот человек снова видит эту картинку, первое, что он видит, это подсознание. Первое, что он видит, это слово секс, которое они не могли видеть раньше, потому что оно пришло из подсознания в сознание, и поэтому они могут его видеть. И это то, что, как ты знаешь, делают такие люди, как я. Мы извлекаем этот материал из скрытого подсознательного и помещаем его перед сознательным разумом людей, чтобы они могли видеть вещи, которые иначе они бы не увидели. Не потому, что они глупые, а потому, что ты знаешь, если ты не исследуешь эти вещи, то очевидно, ты не увидишь, что происходит на самом деле. Да, Дисней также хорошо известен этими подсознаниями. Культ в его ДНК, от кончиков его ногтей до кончиков ногтей на ногах, до конца любой ДНК. Культ Диснея. Абсолютно культовый Дисней. Мне нравится этот культовый Дисней. Даже на логотипе три шестерки и все такое. Удивительно, как много шестерок повсюду, особенно как в символе Кроум. Это интересно. Назови это Диснеем. Да, да, хорошо. Я собираюсь уйти через секунду. Хорошо, у нас здесь есть еще один. Я хотел добраться до тебя. Кто-то сказал здесь. У них была встреча, изменившая жизнь, с межпространственной рептилией около 12 лет назад. Нашел работу мистера Айка, и это навсегда изменило его жизнь. Он говорит, спасибо тебе, Дэвид и священник, за все, что вы делаете. Это очень любезно. И, ну ты знаешь, когда я впервые вышел, и, конечно, люди все еще смеются сейчас. Почему? Он говорит, что рептилии правят миром и все такое прочее. Ладно, на самом деле, я думаю, что есть нечто большее, чем просто это. Я когда-либо думал об этом. Я исследую эту рептилию уже около 25 лет. Ты не исследовал ее в течение 25 секунд и отвергаешь. Так что, когда ты, когда я выступил с ней, это не было вытягиванием ее из эфира. Это был разговор с большим количеством людей по всему миру, не в последнюю очередь с Америкой, у которых был опыт, о котором говорили джентльмены. А потом ты слышишь, как они описывают то, что они испытали, и обычные вещи удивительны. Кто-то на западном побережье, кто-то на восточном побережье, кто-то в Австралии, где-то в Британии. Они описывают один и тот же базовый опыт и ту же природу сущности, которую они испытывают. Так люди говорят, почему не могут? Почему мы не можем увидеть этих рептилий, если они существуют? Потому что в подавляющем большинстве случаев они действуют вне видимого света. Вот почему, когда они входят в видимый свет, у тебя возникают такие переживания, но это редко по сравнению с тем количеством времени, когда они не входят в видимый свет. Потому что, если ты выставляешь что-то на всеобщее обозрение, если ты знаешь, что эти сущности только что появились у всех на виду, ты уходишь. Я понимаю, теперь эти люди или эти сущности манипулируют нашим миром. Я понимаю. Но если ты их не видишь, тогда ты машешь рукой и говоришь, что это чушь. Это невозможно. Нет, в этом все дело. Возможность существует не только тогда, когда люди верят, что это возможно. Возможность существует. Веришь ли ты в то, что это возможно, или нет, возможность существует. Поэтому только потому, что люди думают, что что-то невозможно, это не значит, что этого не происходит. Это тот момент, который мы должны понять. Это верно, очень хорошо. И что-то, что поможет ближе к концу. Вот скрытый пророк спрашивает, как мы можем собрать всех представителей всех цветов кожи, чтобы объединиться в гармонии с миром и процветанием для всех, чтобы пойти против этого культа змей. Да, я вроде как упоминал об этом ранее. Речь идет о самоидентификации. Я не Дэвид Эйк. Это название, данное переживанию, которое в настоящее время испытывает мое сознание, Eternal Infinite. Священник-убийца, это название переживания, которое испытываешь ты. Ты такое же вечное бесконечное сознание, как и я. И если мы вернемся в нашей самоидентификации глаза к тому уровню сознания, на котором мы все являемся уникальным, неповторимым выражением, тогда мы можем начать видеть бессмыслицу разделяя и властвуй. Я вижу свою религию. У меня нет проблем с людьми, верующими в разные религии. У меня нет проблем с людьми в разных типах телосложения. Конечно же нет. Моя проблема с религией заключается в том, что не только религия, но и все системы верований, люди должны верить во все, во что они хотят верить. У меня простая философия, делай то, что тебе нравится, до тех пор, пока ты никому это не навязываешь. И в этом проблема. Люди чувствуют необходимость навязываться всем остальным. Значит, определенный генетический тип хочет быть правителем, который будет всем управлять. Определенный уровень дохода хочет всем управлять, хочет навязывать свою волю всем остальным. Определенная религия хочет навязать свою волю всем остальным. Как мы видели с религиями на протяжении многих лет, некоторые из ужасов, которые они творили во имя того, чтобы их религия была доминирующей. И в этом все дело. Это осознать, что все это чушь. Мы все одно сознание, имеющее разный опыт, и все мы сталкиваемся с общей угрозой со стороны другого состояния сознания, которое настолько сбито с толку, настолько хаотично, настолько перевернуто, настолько искажено, что стремится навязать свою волю любому другому выражению сознания в своей сфере. И это может произойти только в том случае, если мы позволим разделить себя и управлять собой. И как мы это сделаем? Мы самоидентифицируемся с ярлыками человеческой жизни вместо того, чтобы самоидентифицироваться с единым сознанием того, что мы все не исключены. Вау, очень хорошо сказано. У нас есть кто-то, кто спрашивает, считаете ли вы, что плоская земля это выдумка? Ты кое-что знаешь? Я во всем следовал своей интуиции, и это было невероятно эффективно для меня на протяжении десятилетий. Там, где моя интуиция научила меня идти сюда, моя интуиция сказала мне идти туда, и я пошел туда, и из этого последовало большое понимание. И моя интуиция никогда не говорила мне идти по дороге плоской земли. И это хорошо, вокруг много психопатов, но вы знаете, люди должны верить в то, во что они хотят верить. Возвращаясь к тому, что я только что сказал, если люди думают, я видел достаточной информации, чтобы заставить меня поверить, что земля плоская. Ты веришь в это. А если нет, ты не веришь, что она округлая, тогда ты веришь в это. Но это навязывание или стремление навязать одну систему убеждений другой. Вот в чем проблема. Это вся основа во многих отношениях того беспорядка, в который мы сами вляпались. Просто остынь. Ты хочешь верить, что земля плоская. Молодец, приятель. Всего наилучшего. Ты хочешь верить, что она круглая. Молодец, приятель. Всего наилучшего. Проблема в том, что это должно навязываться тому или иному, тому или чему-то еще. Все, что сбивает с толку, все, что разделяет, нуждается в решении, потому что и должно быть подвергнуто сомнению в смысле того, кто есть кто, или что на самом деле стоит за этим. Потому что разделение нас и втягивание нас в войну друг с другом на самом деле является еще одной важной, массивной основой того, как мы попали в ситуацию. И это действительно просто. Люди говорят, каково решение? Меня действительно не интересует решение. Я заинтересован в устранении причины проблемы. Потому что ты смотришь на это хорошо, вот решение этого. Но решение часто неизменно приводит к другой проблеме, которая нуждается в другом решении. Способ устранить проблемы, это устранить причину проблемы. А причина проблемы, которую мы здесь обсуждали, заключается в том, что люди безоговорочно верят авторитетам. Люди боятся не делать то, что говорит авторитет, даже если они не хотят этого делать. Люди, позволяющие себя отождествлять себя с человеческими ярлыками и следовательно разделять и властвовать, становятся проблемой. Все эти вещи являются причинами, которые, если мы их не сделаем, решение само о себе позаботится. Нам не нужно решение, потому что без причины проблема не может существовать. Вау, это потрясающе. Это было прекрасно, чувак, это было прекрасно. У тебя много поклонников. В чате кто-то говорит, что у моего отца Терри и у меня есть все книги Дэвида Айка. Они сказали, что он встретил тебя. Он рэпер из Великобритании по имени Дэвид. Он сказал, что вы оба говорили о том, что он станет рэпером. А да. Я встречал множество рэперов за эти годы по всей Америке и Британии, и многие рэперы видели иллюзию насквозь. Да, здорово слышать, как рэперы вставляют твои цитаты в свои песни. Ты так хорошо понимаешь, что я имею в виду. Для меня было бы большой честью, если бы они это сделали. Безусловно. Я имею в виду музыку. Музыка отличный способ донести эту информацию. Безусловно. Номер один это рептилии. Все говорят о рептилиях. Дэвид, я сам это придумал. Как продюсер, я всегда стремлюсь настроиться на 432 Гц. Ты знаешь, что я имею в виду, чтобы иметь лучшую вибрацию. Потому что я уверен, что ты уже знаешь о том, что музыкальная индустрия не настроена. Но мы пытаемся использовать Фибоначчи и использовать 432 Гц, 528 Гц. И пытаемся достичь какой-то гармонии, по крайней мере с вибрациями музыки, которую мы распространяем по всему миру. Ты понимаешь, что я имею в виду. Потому что мы не находимся под влиянием музыкальных иллюминатов, так сказать, истеблишмента, пытающихся вывести людей на более низкую частоту. Музыка Киллер Прист очень высокочастотна. Если это так, ты понимаешь, что я имею в виду. Так что мы пытаемся поддерживать это и определенно быть в оппозиции к темной стороне. Да, это хороший материал. Я с тобой ломаю реальность и несу правду людям. А донести правду до людей, значит привлечь таких людей, как ты сам, и, как он сказал, коллективный разум. Мы стоим вверх тормашками, сильные вне пузыря, нестандартные, вот в чем все дело. И ты видишь, как мы приносим тебе реальность и правду. Теперь нам нужно встать, потому что послание, с которым я получаю то, с чем ты приходишь, просто проснись. Просто проснись. Просто проснись. Соберись вместе и давай сформируем этот мощный коллектив, и вернем себе нашу власть. Чего мы не делаем. Перестань раздавать ее. А давай, это мы получили здесь. Да, что ты имеешь в виду, что ты сказал, Дэйв? Именно отдавая нашу силу, мы получили здесь. Абсолютно. Сила этого угля и его выражение во власти, это только та власть, которую мы даем им в форме молчаливого согласия. Опять же, устрани проблему, устранив причину. Перестань отдавать свою власть власти. Перестань делать то, что она тебе говорит, когда совершенно очевидно, что она существует только для того, чтобы еще больше спровоцировать массовый контроль. Да, мы должны перестать быть покорными и подвергать все сомнению. Абсолютно. Особенно, когда ты начинаешь сомневаться в чем-то, твой разум открывается. Ты не подвергаешь вещи сомнению, твой ум остается острым. Милый, хорошо сказанный человек. Давай пошумим для него. У нас есть еще читатели. Я знаю, что тебе скоро нужно уходить, но у нас есть другие суперчеты. Многие люди просто раздают реквизит и все такое, кричат на Сислис. Кто-то говорит, как человеческие существа, мы должны общаться так быстро, как мы это делаем. Я бы предположил, да, мы просто должны быть осторожны с информацией. Но да, но я имею в виду, ты можешь. Ты можешь получать информацию посредством общения, устного общения, письменного общения. Но ты также можешь получать информацию с места. Мы взаимодействуем с полем сознания, полем осознания, которое содержит бесконечное понимание, знание, осознанность, восприятие. И когда ты входишь в этот пузырь пяти чувств, то, что ты делаешь, это то, что ты, по сути, соединяешь себя через пузырь от этого поля бесконечного знания, осознанности, проницательности. Когда ты открываешь свой разум, ты буквально открываешь свой разум потенциально для бесконечных возможностей, бесконечного знания, бесконечного прозрения. И именно поэтому, когда люди открывают свой разум и начинают задавать вопросы, они начинают задавать вопросы. И тогда их разум открывается. Они начинают видеть, как соединяются точки. Тогда как раньше они не могли видеть, как соединяются точки, они могли видеть только точки. Тогда внезапно ты видишь, как они соединяются. И тогда тебе открывается вся панорама контроля и панорама бесконечных возможностей. Вот почему они хотят, чтобы мы были в пяти чувствах, чтобы мы не проходили через этот процесс. Абсолютно. Очень хорошо сказано. Потрясающий человек. Такой информативный. Что у тебя за новая книга? Это называется ловушка. Она только что вышла. Она доступна в Америке. Тебя не отправят из Британии. Она будет отправлена из Америки, так что ты получишь ее в течение пары дней. И я действительно глубоко вникаю во все аспекты реальности и в то, откуда на самом деле берется эта система контроля и как мы можем избежать этого. Потому что из ловушки можно выбраться. Это абсолютно так, но только тогда, когда ты знаешь природу ловушки. Вау, я вижу, что это так. Это прямо сейчас на Амазон. Ты можешь получить это от доведиты.com. И там также есть аудиоверсия. Я прочитал книгу на аудио, которая также доступна. Здорово. Мы собираемся поместить ссылку на ваш сайт в поле описания. Да. И когда я приеду в Европу, чувак, мы должны пообедать вместе. О, мы это сделаем, приятель. Скоро приедем. Скоро-скоро. Мы назначаем несколько свиданий, несколько свиданий вместе прямо сейчас. Я буду держать с тобой связь. Чувак, крикни моему мужчине, Винни тоже. Да, мы определенно должны встретиться с приятелем. Да, это было бы здорово. Да, точно. Да. Мы хотим сказать спасибо, Винни Би, за организацию этой встречи сегодня. Так что большое тебе спасибо, Винни Би, за это. Это здорово. Это было потрясающе. Есть еще какие-нибудь слова? Мы можем. Все зависит от великого Дэвида Айка, ты ответил на множество вопросов, и мы многое выяснили. Мы не прошли через Квин. Я знаю, что королева недавно скончалась. И что это было? Не останавливай меня, не заводи меня на ходу. У нас есть немного времени. Это было единственное, чем я действительно хотел заняться. В следующий раз мы сможем поговорить об этом. Да, да, но все же мы получили много информации. Было бы здорово иметь вторую часть этого. О, как ты думаешь, мы могли бы сделать вторую часть? Да, это было бы здорово. Да, я расскажу о королевской семье. Да. Допустим, я не стоял в очереди 24 часа, чтобы увидеть гроб королевы. Я провел много исследований об этих людях за эти годы, и это нехорошо. Вау. Кстати, как в любом свободном обществе у вас может быть глава государства Великобритании и содружество только на основе одной семьи. И кто с кем занимался сексом, в каком порядке, я имею в виду это безумие, но люди, которых ты знаешь, все еще верят в это, потому что они равняются на авторитет. Но многие люди сейчас в этой стране отвергают всю идею. И тогда так и должно быть. Очень мило. У нас есть кто-то в чате, кто говорит, что любит тебя, и они наблюдают за тобой со времен видео Кридоу. А да, Кридоу. Да, если да. Я дал шестичасовое интервью Кридоу. Это тоже было потрясающе. Разговаривал с ним. Он был удивительным человеком. Я встретил его. Я встречался с ним довольно много раз, в течение довольно продолжительных периодов времени. Он отправился в небольшое турне по Африке для меня, и показал мне все эти разные вещи, что они означают. Он был удивительным человеком, и даже в свои 90 лет он все еще собирался. Он невероятный человек. Он вернулся к сути. Я понимаю, это так, как ты говоришь. Да, это он. Да, Кридо наверняка. Абсолютно. Да, ты бы избежал ловушки, это точно. Осознающий это. Насколько это было важно? Это будет продолжаться. Это будет продолжаться вечно. Да, потому что я собирался сказать, насколько это было важно. В следующий раз, да. В следующий раз. Да, в следующий раз. Мне нравится информация, которую ты выложил с Брайаном Роузом на лондонской ленте. Это было потрясающе. О, спасибо, приятель. И я действительно с нетерпением жду возможности поболтать с тобой когда-нибудь в Англии. О да, мы определенно собираемся это сделать. Мы определенно собираемся это сделать. Я хочу убедиться, что мы сделаем это, как только я настроюсь. Шоу настраиваются прямо сейчас. Все в порядке, так что это было настоящее удовольствие. Сам великий Дэвид Айк в подкрафте Киллер Прист. Для нас это такая честь, такое благословение. Мы отпустим тебя с честью. Открой двери, и мы собираемся открыть двери, и мы собираемся отпустить тебя. Мы собираемся телепортировать тебя, и мы отправимся в другую галактику. Спасибо, что пришел. Большое тебе спасибо, Дэвид. Спасибо, Дэвид. Спасибо, Дэвид.